Здравствуйте, королевцы! Здравствуйте, земляки! Ну, не живется спокойно нам в нашем городе, потому что от администрации нашего города постоянно поступают какие-то невероятные предложения, как изуродовать королев, как его превратить в совершенно непредназначенное для жизни пространство. И ярчайший пример – это последнее предложение, которое поступило якобы от жителей города, и администрации было вынесено на координационный совет для обсуждения, хотя там обсуждать-то нечего. Это построить эстакаду через железную дорогу вот здесь, на улице Сака-Иванцети. Во дворе домов 30 и 32 поступило предложение провести эстакаду через железную дорогу, срубить все эти великолепные деревья, лиственницы, липы, березы и пустить автомобильную дорогу прямо на Болшем. Якобы это поможет разгрузить тяжелую транспортную ситуацию в нашем городе. Я не знаю, когда этот ролик сейчас посмотрят жители этих домов, я думаю, просто их инфаркт схватит. Поэтому я им скажу, что вы не переживайте. Это чудовищное предложение на координационном совете, благодаря Игорю Гришину, другим активистам, удалось отбить. Ну, высказать негативную реакцию по такому предложению. Но вообще, в принципе, поступление таких идей от администрации, якобы жителей города, говорит о том, что администрация, видимо, вообще не соображает, что стоит рассматривать, а что не стоит. Либо делает это умышленно. Давайте послушаем интервью с человеком, который предложил нам такую версию спасения города от тяжелой транспортной ситуации, уничтожив вот всю эту дворовую территорию для жителей улицы Сака и Ванцети. Как возникла у вас идея обратиться в администрацию с таким приложением постройки эстакады? Ну, во-первых, я просто как автомобилист, то есть я постоянно пользуюсь дорогами Королева, я просто смотрю, что ситуация патовая, что постоянно пробки, ничего не меняется. Пытался посмотреть это на Королев ТВ, вместо газеток там еще где-то информации нет. Ну, соответственно, решил обратиться к Юрию Анатольевичу на прием и задать ему напрямую этот вопрос. А Юрий Анатольевич как отреагировал? Как прошел с ним разговор? Юрий Анатольевич сказал, что он уже по горло этим общественным слушанием. И, если честно, я предлагаю вам сходить на общественный совет и выступить там самому. На коррекционном? Да, на коррекционном совете, как местные жители на это реагируют. Я это выслушал, я посмотрел. Ну, тяжело. У вас первый опыт такого? Да, может быть, к счастью или, к сожалению, это первый опыт там, да, то есть был достаточно большой негатив, как бы, да. Ну, это рабочий момент. У меня вопрос-то такой, вот то, что мы увидели, вот эту вот карту с нанесенным возможным треком эстакады на Осако и Ванцете, это кто сделал? Это я просто взял карту и, ну, это мое видение, там, да, то есть мое предложение. Оно может быть другим, может быть, ну, там, я, я, я за любые предложения, кроме кипишки. Ну, вы понимаете, достаточно очень, скажем так, провокационное, смелое предложение, потому что вы даже не посоветовались с жителями домов 30 и 32 по Сако и Ванцете. Вы представляете, какая их будет реакция, если они вот сейчас увидят вот то, что вы нарисовали? Ну, с другой стороны, понимаете, когда что-то в городе нужно сделать, всегда кто-то пострадает, что делать с другой стороны. То есть я, я к этому, ну, как говорится, готов, то есть это мое видение, там, да, то есть они могут быть разные, там, варианты, то есть я за любое предложение, лишь бы процесс сделался, а не так вот саботировался, как здесь. То есть вы считаете, что здесь процесс саботируется по этому вопросу? Я считаю, что да. Вот просто для понимания, вы сколько лет живете в Королеве? 15 лет. 15 лет. Вы сказали, работаете в Москве. Да. И вы думаете, что эстакада между юбилейным и центральной частью города позволит вам быстрее добираться до работы или как правильно, сформулировать? Я думаю, что это позволит жителям жить комфортно, потому что, в принципе, я все равно выезжаю на Ярославку, еду по прямой, либо я сажусь на электричку, еду тоже по прямой. Вот это просто жителям позволит из точки А в точку Б добраться быстрее. До больницы, кинотеатра, друзей. Ну, вы понимаете, да, что в подобном случае, в подобном варианте, который вы предложили, это будет сделано за счет комфортного проживания довольно значительного в части людей города. То есть непосредственно жителей, то, что вы предложили, непосредственно жителей 30-32 домов по улице Сака и Вансетти. Ну, давайте рассматриваем другие варианты. Если этот вариант кого-то не устроит, то просто, понимаете, это вот камень прихновения. Мы всегда чьи-то интересы будем, как говорится, задевать. Хорошо. Дальнейшие какие ваши шаги будут в этом направлении? В этом направлении пока никаких дальнейших шагов. То есть я понял, что тут болото. Надо, видимо, ждать либо прихода новой администрации, либо просто коротизационный совет надо радикально менять. Хочется сказать вот таким жителям Королева, которые выступают с такими странными инициативами, что давайте все-таки уважать друг друга и понимать, что решение каких-то вопросов в городе не может быть за счет ухудшения качества жизни других жителей, за счет того, что другие королевцы серьезно пострадают. И я даже не представляю, что вам при встрече могут сказать жители этих домов, когда вы им расскажете о своих диких переживаниях, что не успеваете попасть на работу, и вам срочно нужна здесь эстакада по их зеленому двору. Представьте сами, сколько будет нелицеприятных в ваш адрес слов. И неспроста. Житель города инициировал вот такую бучу, назовем ее так, связанную с эстакадами, хотя это давно уже в нашем городе продолжается. С чем ты связываешь вот неожиданное снова возвращение к такому вопросу? И вот как ты думаешь, случайно на самом деле это жители его собственной инициативы, или может быть он скоординирован с администрацией? Ну вот такой вот у меня как бы... Может это заговор? Нет, вот никакого заговора нет, это во-первых. Мне кажется, что тут никакого заговора нет. Тут действительно человек заблуждается. Кроме того, вот он вот, значит, предложил там, значит, координационный совет поменять. Ну, поменять можно, только люди, если придут, так они придут избранными гражданами, да? Они скажут ему то же самое. Проще город поменять, место жительства. Ну, если не хочешь жить в пробках, не хочешь жить среди сосен, берез, и среди людей, которые беспокоятся за вот такие вот замечательные пейзажи, да? Это пасмурная осень Ольга Федорова, Федотова, 2018 года. Вот если не хочешь жить рядом с памятниками архитектуры, да, вот прекрасные, вот такие тоже запечатленные, ну, мне не проще поменять место жительства. Есть прекрасные города, Химки, Балаш, Реутов, Ницшовы, все, так сказать, это... Ближе к Москве, чем Королев. Слушайте, если вы, вас ничего не связывает, если вы хотите разрушить Королев, его перестроить, хотите поменять жителей на каких-то других, так зачем так стараться и так пыжиться, и в Реутове столько квартир продается, продайте здесь, купите там, что вы, так сказать, город наш хотите перестраивать? Жители Королева высказали свое категорическое нет эстакадам через железную дорогу в районе, там, проспекта Королева, в районе улицы Карла Маркса. Никто не против эстакады в районе улицы Московской, улицы Станционной, улицы Советской, в Юбилейный, Юбилейный Королев. Эта эстакада действительно нужна. Но то, что касается эстакады, эстакад от завокзального района в сторону Карла Маркса, от 50-летия ВЛКСМ в сторону Юбилейного. Очнитесь, люди, Ярославское шоссе у нас одно, улица Пионерская у нас одна. Фура, если, значит, рухнет в районе, там, значит, Монинской эстакады, в следующий раз фура рухнет в районе Монинской эстакады, что вы будете делать? Что будут делать все, что будет делать все Ярославское шоссе? Оно ломанется через наш Наукоградик, заполонит весь наш город, и люди будут стоять в пробках в вечность, 5-10 часов. Если сидят на Ярославском шоссе, да ладно, там есть специальные зоны защитные, то есть у 5-10, а в нашем-то, на Укограде ничего такого нет. Мы же останемся без автобусов, без маршруток, без всего мы останемся, без автотранспорта. И даже без фуры мы останемся, без всего, просто пробка должна быть на Ярославке, в силу каких-то обстоятельств, да, и все, и вся Ярославка ломанется, а ведь эта пробка объезжает через Королев. Сейчас никто не ломанется, потому что все знают, что улица есть, у нас есть одна эстакада в районе Болшевского шоссе, и стоять на ней гораздо дольше, чем стоять на Ярославке. А если будет вторая эстакада, построенная в районе 50-летнего КСМ? Да Висташ маленький, но Укоград станет транзитным городом для всего Ярославского шоссе. Но это глупость полная. Поэтому в данной всей истории очень важно вспомнить о людях, которые будут в том числе жить рядом с этими эстакадами, и рядом на этих маленьких улочках, на улице Ленина, на улице Корсакова, на улице Терешковой, Богомолова, Чайковского, на улице, на проезде Цалковского, на, значит, в районе улицы Калининградской, потому что эти все улицы Пионерской, да, потому что все эти люди будут жить с бесконечной, просто безразмерной пробкой. Они не смогут там просто жить. И поэтому очень важно быть не только эгоистами, и свою же возить на автомобиле в Москву на работу, и в комфорте сидя, говоря о том, что, а, какой ужас у нас, значит, нам приходится на 10, на 20, на 30 минут, на час раньше выезжать. Не выезжайте, ребят, не выезжайте. Здесь прекрасные мытищих строят, сейчас будет строиться миллион квадратных метров жилья. Мытищих пик строят. Недвижимости в Московской области много, но давайте сохраним наш зеленый маленький городок зеленым маленьким городочком для жителей, которые здесь живут и хотят жить и работать здесь. Я понимаю, что это довольно такая сложная тема для такого, ну, вам же, если вам не жалко город, так может, тут, Игорь, ну вот, подашь проблема другим путем. Выступая как раз сейчас на Координационном совете, ты сказал, что вот эти эстакады, увеличение, скажем так, проездных способностей между частями города, дорог, прежде всего подталкивают к тому, чтобы город застраивать, а не к тому, чтобы он каким-то образом развивался, как вот здесь тоже высказывала Белозерова, например. Действительно, я вообще много привел примеров, много привел аргументов, да, к чему это все, и разъяснил, к чему это все приведет. В первую очередь, когда мы строим любые объекты инфраструктуры, будь то электроподстанция, гидроэлектростанция, мост, эстакада, шоссе, я не знаю, ну, что угодно, монорельс, легкорельсовый транспорт. Мы в документах всегда исходим не только из желания помочь людям, да, но в нашем государстве принято рассчитывать любые инвестиционные проекты на будущее, на то, что рядом с этими транспортными потоками возникнут кафешки, рестораны, застройка, там, все что угодно. И, конечно же, любое строительство эстакад через Королев, да, в Королев юбилейный, приведет к тому, что у нас повысится инвестиционная привлекательность обеспечительность земельных участков в Сосновом, значит, нашем лесу, Бару, да, на улице Советской, на улице Речной, на той же улице Советской, фабрика 1 мая, застройка может произойти просто потому, что инвестиционная привлекательность участка повысится, потому что повысится транспортная, значит, пропускная способность. Застройка Курт-10 в районе улицы Московской, там, между там улицей, помнись, какая там, Нестеренко, что ли, да, и улицей, и вот железной дорогой. Улучшится, значит, инвестиционная привлекательность других земельных участков, вот, в северной части города. Друзья мои, вам оно надо? Вам оно не надо? И нам оно не надо? Оно вообще никому не надо? Это все большое заблуждение такими большими буквами. Вот Роман сейчас нарисует, я его прошу, но тут есть большими буквами. Это все большое заблуждение. К сожалению, это не приведет ни к чему, потому что эти люди в новых домах, они хлынут на эти эстакады, и у нас все совсем закупорится. И весь этот эффект, который дадут время на эти эстакады, он утонет сразу. Вот что нам действительно сегодня нужно, это велопешеходные туннели и подводка общественного транспорта, парковочных каких-то, значит, там комплексов красивых, рядом с этими переходами велопешеходными. Связь между городом, нужна, между районами города, нужна. Но нам нужна такая, чтобы жители прилегающих домов не испытывали тех колоссальных неудобств, которые готовят им эстакады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова